Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Жители села Агри и Западной Армении хотят, чтобы их сёла исследовали. Степанакерти началось строительство нового микрорайона. Работа трёхсторонней рабочей группы по вопросу разблокировки не продолжается. Турецкий проект ДНК обвинили в демонизации турецкого народа. Сидзинпен заявил, что Китай поможет Сирии. Тестопримечательности Западной Армении. Великолепный мост Малабади. В Киеве стартовали мероприятия, посвящённые 150-летию Александра Спендериана. Сегодня Международный день защиты детей. Жители села Юкарагадзеви, расположенного недалеко от районного центра провинции Агр Западной Армении, попросили изучить постройки на холме села. По их словам, эти сооружения исторические и о месте нет никакой информации. По их словам, в их деревне на холме с одноимённым названием находится подземный город, а окружающие постройки – это исторические. На вершине холма находятся остатки различных постройок и пяти крестов, высеченных в скалах высотой 2-2,5 метра, и высотой от 10 до 50 сантиметров каждый. Считается, что на холме находился древний храм или церковь. Жители деревни рассказывают, что их старшие часто говорят о зданиях на холме, и в детстве они видели лестницу, спускающуюся с холма на землю. Вот ещё одно доказательство того, что коренные армяне жили в Западной Армении. Всё подтверждает, что это место является местом христианского поклонения. Стоит отметить, что когда политологи молчат, говорят очевидцы истории. В Степанакерте в районе улицы Сеграна Мэтта началось строительство нового микрорайона с тремя многоквартирными домами. Об этом Арцахпресс сообщили в Министерстве градостроительства Республики Арцах. Два из трёх домов строящегося нового микрорайона будут 12-этажными, а один – 9-этажным. В строящихся домах района предусмотрено 47 двухкомнатных квартир, 138 трёхкомнатных, 33 четырёхкомнатных квартиры. Общая жилая площадь составит 1807 квадратных метров. В зданиях также предусмотрены зоны общественного значения. Будет построена дорога, автостоянка, зелёные зоны, благоустроена прилегающая территория, сказали в Министерстве. В настоящее время земляные работы под строительство нового микрорайона завершены. И в ближайшее время начнутся основные строительные работы. Новый район строится на средства всеармянского фонда Айастан. Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов планируется в 2023 году. Работа рабочей группы под председательством заместителей премьеров министров Армении, России и Азербайджана по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе не продолжалась. Особенно после недавних пограничных инцидентов. На сегодняшний день работы не ведутся. Я неоднократно заявляла, что эта работа будет эффективной только в том случае, если общая ситуация будет хотя бы стабильной. В данной ситуации я не думаю, что на этой платформе возможна конструктивная работа. В последнее время контакты на этой платформе были прерваны, сказал Григорий. Турецкий проект ДНК запускает в Твиттере компанию, призывающую к бойкоту Ancestry.com, крупнейшей в мире коммерческо-генеалогической компании. После того, как результаты сайта показали, как нетурецкие общины в Анатолии, Западной Армении, ассимилировались с нынешними турками. AncestryDNA фокусируется на демонизации турецкого народа, делегитимизации его присутствия в Турции. Они на предоставлении информации о генетическом составе соответствующей популяции, пишут авторы обращения. В частности, возмущены тем, что на сайте говорится о фактах дискриминации армян, понтийских греков, болгар в период Османской империи, в том числе по религиозному и этническому признаку в 19-х и 20-х веках. В частности, геноцид против армян. Турция категорически против любого признания определенных исторических событий, таких как геноцид против армян, и криминализирует его признание. Власти Турции лоббируют против других стран, в том числе США, которые официально признали геноцид против армян. 24 апреля 2021 года президент США Джо Байден официально признал геноцид против армян. Турецкий журналист Узай Булут написал в Твиттере, что сопротивление принятию жестоких и фанатичных эпизодов в истории Турции со временем только причинило новые срадания нетурецким меньшинствам. Почему турецкие националисты так боятся правды? Потому что если они столкнутся с этим, придуманная ими ложь будет полностью разрушена. Написал он, отвечая на сообщения турецкого протеста против ДНК. Китай сделает все возможное, чтобы помочь Сирии возродить ее экономику, улучшить численность населения и бороться с новым типом коронавируса. Об этом заявил президент КНР Си Дингпинь в поздравительном послании президенту Сирии Башару Аль-Асаду с победой на президентских выборов, передает ТАСС. Исторический Малабадский мост в Западной Армении, построенный на реке Батман, сохраняет свою уникальную красоту и великолепие с 12 века. Малабадский мост, построенный в 1147 году, находится на границе Батмана и Сильвана и до сих пор продолжает очаровать и поражать своим великолепным внешним видом. 7 метров в ширину и 150 метров в длину. Этот мост является одним из самых мощных сооружений в мире из-за ширины арки. Именно поэтому на мосту есть спуски, которые были созданы для владельцев домов на колесах, которые часто сюда едут. В 2016 году мост был включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя в наши дни мост не может вместить много гостей из-за эпидемических ограничений, он по-прежнему открыт для прохожих, которые живут в его окрестностях, одними из которых является деревня Малабад рядом с ним. Как однажды написал один известный поэт, даже купол Савийского сапора может поместиться под Малабадским мостом. Обращаясь к этим словам, мы можем сказать, что история, география и воспоминания могут уместиться под мостом. Дорогие соотечественники, если вы хотите увидеть это красивое здание на своей исторической родине в Западной Армении, сейчас самое подходящее время. Найдите время, чтобы побывать там. В Киеве стартовали мероприятия, посвященные 150-летию Александра Спиндериана, сообщает аналитик UA.net. Тематические мероприятия запланированы и в других регионах страны. Мероприятие было посвящено армянскому культурному наследию в целом и 150-летию Александра Спиндериана, в частности, в одной из крупнейших библиотек Киева Свичадо. Наряду с музыкой известных армянских композиторах Спиндериана и Комитаса, прозвучавшие во время поминки, гости и руководство библиотеки обменялись мнениями, рассказали об армяно-украинских культурных связях и наследии, а также об открытии специального армянского уголка в недавно отремонтированной библиотеке. 1 июня – Международный день защиты детей. Этот день был учреждён в 1949 году Международной женской демократической федерацией в Париже. Впервые праздник отметили в 1950 году. Армения ратифицировала Конвенцию о правах ребёнка в 1990 году, а в 1996 году был принят закон Р.А. о правах ребёнка. Праздник отмечается во всех регионах республики. Повсеместно обычно проводят праздничные мероприятия. Сегодня также отмечается ещё один праздник – Всемирный день родителей, который принял разглашён в 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. С 2013 года ежегодно отмечается первый день лета в честь всех родителей мира. Далее для вас группа АРФ – Бингёль. Далее для вас группа АРФ – Бингёль. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. АРФ – Бингёль. 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 АРФ – Бингёль.